Вместо парт стоило с кормушками, да и на школьниках непривычная форма, а спецодежда. Сегодня им предстоит узнать все тонкости работы племхоза. Экскурсия для школьников, для ознакомления с сельским хозяйством, для ознакомления с сельскохозяйственными профессиями, привлечения молодых специалистов к сельскому хозяйству. Здесь около 650 дойных коров. Два раза в день на миксере раздатчики им подвозят кормовую смесь. Далее по специальному проходу коровы идут в дальний зал на дойку. Школьникам показали и новейшее оборудование. Рассказали о его преимуществах. Механизированная дойка на 48 мест с программным обеспечением. На коровах висят транспондеры. На помещении у нас установлены антенны, которые передают данные с транспондера коровы на ошейнике на компьютер. Наши специалисты могут отслеживать состояние животного в течение дня. Окончит школу, поступит в ВУЗ и будет применять новейшие технологии. Будущий айтишник Ирина Журилкина с профессией определилась. По словам школьницы, ее специальность и здесь тоже пригодится. Здесь используются всякие разные технологии. И для того, чтобы эти технологии работали, их надо программировать, знать все эти коды. Благодаря проекту «Билет в будущее» такие экскурсии для одинцовских школьников проводят регулярно. Они должны помочь им с профориентацией. Молодым и талантливым специалистам на предприятиях рады всегда. Молодые кадры очень нужны в сельском хозяйстве. У них современный взгляд на все происходящее. Они хорошо владеют айти-технологиями, компьютерами, так как в сельском хозяйстве сейчас активно внедряется компьютеризированное программное обеспечение для управления стадом. Молоко, сыр, творог, ряженка, кефир и все своего производства. Дегустация прошла в веселой обстановке. Ребята еще долго делились своими впечатлениями и, конечно, делали селфи с буренками. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...